Привет, вы на канале Интерфакт. Желаете узнать, что интересного происходит в мире высоких технологий? Тогда это видео для вас. Располагайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. А теперь я расскажу вам, что же это за странная штуковина, которая издает разные звуки. Это новый тип цифрового музыкального инструмента под названием Gray Beats. Совместный проект Королевской Академии Музыки и Гонконгского Университета Науки и Технологий. В общем, этот небольшой гаджет, чем-то похожий на браслет, позволяет творить музыку мановением руки. Беспроводной музыкальный инструмент способен переводить жесты пользователя в звуки. Он использует движения рук музыканта для запуска нот, сэмплов, мелодий и эффектов при помощи специального программного обеспечения. За 99 долларов пользователь получает довольно необычный способ самовыражения. Гибкая лента с поворотным ремешком означены датчиком движения и датчиками касаний, что позволяет устройству точно фиксировать положение и перемещение самой руки музыканта и всех пальцев по отдельности. Если, например, делать движения, напоминающие игру на гитаре или на барабанах, то система их распознает и начнет озвучивать. Теперь о том, как это работает. Сигналы с устройства через Bluetooth поступают на смартфон, планшет, компьютер или ноутбук. Затем они обрабатываются программой GrabBeats App с поддержкой до 4 пользователей. Запатентованная, адаптируемая, мультиинструментальная система использует трехмерное пространство, ускорение и направление движения для создания музыки. Еще более интересный вариант представляет собой одновременное использование нескольких устройств, где каждый выполняет свою роль, будь то отдельный инструмент, сэмпл, эффект или мелодия. Тем самым можно совместно воспроизводить более сложные композиции. Управление автомобилем при помощи жестов, максимальная экологичность и невероятный футуристический дизайн. Все эти достижения компания Mercedes совместно с создателями фильма «Аватар» реализовала в автомобиле под названием Vision AVTR. Но самой ключевой особенностью этого шоукара является взаимодействие водителя с автомобилем, как с живым организмом. Презентация Vision AVTR состоялась в Лас-Вегасе на выставке CS 2020 и произвела настоящий фурор. Космический дизайн, выполненный в стиле «Аватар», невероятно привлекательен за счет формы и освещения. Автомобиль словно дышит при помощи 33 клапанов, расположенных на задней части корпуса. В салоне отсутствуют привычные элементы управления. Вместо них установлен специальный биоджойстик. После того, как водитель положит на него свою руку, автомобиль распознает пульс и автоматически заведется. При этом частота пульсации подсветки джойстика будет соответствовать пульсу водителя. Езда осуществляется отклонением джойстика в нужном направлении, но управление различными системами авто происходит при помощи жестов и проекционной системы. Vision AVTR может подстраиваться под различные ситуации. К примеру, если в автомобиль садится семья с детьми, то система, благодаря сканерам, автоматически определит это, и на фронтальном дисплее появится картинка происходящего на задних сидениях, чтобы родителям было проще следить за своими детьми. Электрокар способен распознавать водителя и пассажиров по дыханию, а затем следить за их эмоциональным состоянием. Батарея автомобиля состоит из графена и рассчитана на многократное использование. Для ее полной зарядки потребуется всего 15 минут, и этого будет достаточно, чтобы проехать 700 километров. Сидения отделаны микрофиброй, которая не должна изнашиваться в течение всего срока службы авто, а пол изготовлен с применением быстрорастущего ротанга, поставляемого из Индонезии. Особое внимание уделили колесам. Кроме своего объема и светящихся вставок, они умеют проворачиваться вокруг своей оси, так, что машина делает разворот практически на одном месте. А помимо движения вперед, концепт-кар может совершать движение вбок на 30 градусов, имитируя движение краба. По мнению создателей, данная функция в будущем может найти себе широкое применение, ведь она значительно улучшает маневренность и может быть полезна в перегруженных городах, например, при парковке. Ну а самое интересное в том, что презентация не ограничилась только лишь сценой. Vision VTR таки прокатился по улицам Лас-Вегаса. Anywhere Technology представила свою разработку, которая позволяет превратить обычный смартфон в почти полноценный ноутбук. Создатели основывались на том, что с одной стороны современные телефоны по уровню своей производительности для многих людей заменяют персональный компьютер, но с другой, они не так хорошо подходят, например, для работы с документами, некоторыми программами, да и смотреть фильм на таком маленьком экране тоже такое себе удовольствие. Поэтому они разработали специальный аксессуар, при помощи которого можно было бы расширить экран смартфона и управлять его некоторыми функциями через клавиатуру и мышь. Мобильный гаджет PhoneBook – это по сути 15-дюймовый Full HD экран, стереодинамики, полноразмерная клавиатура с трекпадом и отдельный блок батарей с зарядом на 8 часов работы. И всё, никакой вычислительной мощности, никакой лишней электроники. PhoneBook служит лишь физическим расширением возможностей мобильного телефона, превращая его в подобие ноутбука. PhoneBook также рекламируется как первое устройство, которое позволяет использовать клавиатуру и мышь для мобильных игр. Он имеет два разъема USB, HDMI, USB-C и аудиоразъем на 3,5 мм. PhoneBook поддерживает все современные смартфоны, как на Android, так и на iOS. Новинка от Samsung – уникальная технология SelfieType. Это ещё одна попытка обеспечить наибольший комфорт для пользователей смартфонов. Речь идёт о продукте, который даёт возможность задействовать фронтальную камеру телефона для создания виртуальной клавиатуры. Технология SelfieType использует SelfieModule для регистрации движения пальцев на плоской поверхности. Специальный алгоритм обрабатывает эти данные и конвертирует в нажатие клавиш при вводе текста, позволяя печатать, не прикасаясь к устройству. Если сравнивать эту разработку с голографической клавиатурой, то SelfieType имеет преимущество в том плане, что для неё не требуется установка специального проектора. Пожалуй, главный минус этой технологии в том, что она ещё не до конца доработана. Во-первых, на сегодняшний день она поддерживает только английский язык. И во-вторых, такое ношество подойдёт только тем людям, которые владеют навыком слепой печати. Ведь для того, чтобы без ошибок печатать на пустой ровной поверхности, нужно очень хорошо знать расположение стандартной раскладки клавиатуры. Сейчас я покажу вам один небольшой видеофрагмент. Посмотрите внимательно. Вы заметили, что когда на изображении светили фонариком, то свет был виден не на экране, а как бы внутри его. Думаю, теперь точно все это увидели. Теперь о самой технологии. Компания Looking Glass Factory совсем недавно презентовала новый 32-дюймовый 3D-экран с разрешением 8К. Но главное, что он не требует 3D-очков или иных приспособлений для того, чтобы увидеть объёмную картинку. Технология, конечно, привлекла к себе очень много внимания. Но говорить о масштабном производстве таких экранов пока рановато. Для работы дисплея необходимо подключение к компьютеру с мощной видеокартой уровня RTX 2080. А для отображения одного пикселя голографического изображения компьютеру требуется просчитать 45 точек с разной перспективой, которые потом вшиваются в объёмное изображение при помощи фирменного софта. Новинка имеет максимальный угол обзора в 50 градусов, так что пока излишне говорить о полноценных голограммах. Но, тем не менее, первый шаг в эту сторону уже сделан. Компания Last Gameboard представила игровую цифровую консоль, которая призвана заменить старые настольные игры. Идея проста. Для большинства настольных игр требуется лишь размеченная доска и фишки, которые перемещаются по ней, отмечая прогресс каждого игрока. Но если используя для этого компьютерную графику, то можно получить универсальную консоль с сотнями игр в памяти. Gameboard One – это универсальное устройство, которое можно использовать, например, для шахмат, шашек или же играть в монополию и другие популярные настольные игры. Консоль имеет 64-разрядный графический процессор, 4 гигабайта оперативной памяти и 64 встроенной. Внешне это огромный планшет с диагональю 22 дюйма, разрешением на 1920 пикселей в обе стороны и весом в 3 килограмма. Аккумулятор рассчитан на 4 часа автономной работы. Чтобы увеличить пространство экрана, Gameboard One может даже подключить несколько игровых плат для многоэкранного игрового процесса, используя NFC-датчики и внутренние антенны решетки, чтобы сделать беспроводное соединение бесшовным и быстрым. Также можно синхронизировать во время игры собственный смартфон или планшет для планирования своих будущих ходов втайне от других. Для этого применяются интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth и USB-C. Релиз запланирован на октябрь 2020 года. Первоначальная цена составит 350 долларов. Компания Toyota планирует построить город будущего в Айван-Сити или так называемый запретный город. Он будет располагаться у подножия священной горы Фудзияма и станет самым комфортным населенным пунктом страны. А заодно будет выполнять функцию полигона для тестирования инновационных технологий. В Айван-Сити расположится в 90 километрах от Токио, на территории площадью в 71 гектар. Всю инфраструктуру города свяжет единые экосистемы, работающие на водородных топливных элементах. Здесь будут жить и работать ученые. Они займутся исследованием искусственного интеллекта, умными домами и робототехникой. Население будет составлять примерно 2000 человек, а в квартирах горожан будет все, что еще совсем недавно вдохновляло фантастов, в том числе интеллектуальные системы защиты и контроля, а также оборудование для мониторинга состояния здоровья жителей. Город будет максимально экологичным. Большинство домов возведут из дерева, на крышах зданий установят фотоэлектрические панели для выработки энергии, а общественные пространства зеленят. Также людям составят компанию и роботы. Пылесос согласует график уборки с прибытием у сыровоза, кухонный робот закажет доставку новых продуктов, ну а транспортная платформа привезет их со склада магазина. Никаких автомобилей и систем с ручным управлением. По дорогам будут ездить только беспилотники с нулевым уровнем выбросов. Строительство в Iwant City начнется в 2021 году. Новый экзоскелет Guardian XO от компании Suckers Robotics наконец-то был представлен в действии. С его помощью человек в состоянии поднимать около 100 кг груза, при этом ощущая нагрузку всего лишь в 4,5 кг. Экзоскелеты необходимы для того, чтобы увеличивать силу человека или уменьшать нагрузку на тело при выполнении рабочих задач. Например, Ford использует экзоскелеты на заводах, чтобы снизить нагрузку на сборщиков, закрепляющих детали у себя над головой. Чтобы начать работать с экзоскелетом, человек заходит внутрь конструкции и надежно прикрепляется к ней с помощью ремней и жилета. После этого, по сути, робот просто дублирует действия человека, считывая его движения и усилия, и повторяя их с учетом пропорций. Робокостюм практически мгновенно реагирует на движение пользователя и увеличит его силу в 20 раз. Он рассчитан на 8 часов автономной работы с возможностью замены батареи прямо в процессе. SACROS Robotics будет сдавать экзоскелеты в аренду за 100 тысяч долларов в год. Первые поставки устройства коммерческим клиентам уже начались, но на широком рынке робокостюм появится в конце следующего года. И еще одно изобретение от Samsung в виде маленького робота, напоминающего теннисный мяч. Он представляет собой комбинацию с голосового помощника, камеры наблюдения и центру управления умными бытовыми приборами. Samsung утверждает, что Бали может стать помощником по дому, консультантом по фитнесу и даже другом для ваших детей и домашних животных. За счет искусственного интеллекта робот способен изучать ваши привычки и адаптироваться к ним, помогая в повседневных делах. По задумке создателей, робот-помощник способен самостоятельно принимать решения о необходимости включения той или иной умной техники, в зависимости от условий. Например, Бали откроет шторы с наступлением рассвета, запустит робота-пылесоса, если обнаружен на полу грязь, или начнет видеосъемку для контроля за домашними животными. При помощи мобильного телефона или голосовой команды роботу можно давать задания. Наличие встроенной камеры позволяет использовать Бали для наблюдения за квартирой или же для контроля выполнения поставленных задач. Владелец в любой момент удаленно, например, находясь на работе, может дать роботу задачу отправиться в одну из комнат, сделать фотографию и отправить хозяину. Или он может передать данные по видеосвязи. Производитель также заявил, что отдельное внимание уделяется конфиденциальности информации, которую обрабатывает робот. Поэтому никто удаленно не сможет управлять гаджетом или получать видео с его камеры. На этом все. Напишите в комментарии, какая технология понравилась вам больше всего. А также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи и до скорого! Субтитры подогнал «Симон»!